В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим на острую для Владивостока тему – это травля собак. В гостях у нас Алена Штахун, владелица, пострадавшая от действий докхантеров, а также Анжелика Гребенщикова, также пострадавшая от действий докхантеров. Татьяна Брагина, зоозащитник, и Екатерина Кириллова, директор фонда помощи бездомным животным «УМКО». Девушки, здравствуйте! Здравствуйте, Алена! Ален, я хочу начать нашу программу с вас, с вашей истории. Сейчас в информационном пространстве оно кипит, гудит. Это социальные сети, это средства массовой информации. Началась снова травля собак. Не знаю, связано ли одно с другим, но события развивались следующим образом. Сначала произошло нападение стаи собак на ней будто на 9-летнюю девочку. И далее, буквально на следующий день, в общедомовых чатах на ней будто появилась информация о том, что умерла одна собака, и произошла также ваша история. Что случилось? Получается, 11-го числа с утра я живу на Ватутино, в Ватутино 20. Но ты рядом? Да, мы все находимся в одном районе. Я с утра всегда к 9-й мне на работу, то есть где-то в полдевятого, в минут 20 я иду гулять с собакой. Так как у меня собаки две, я гуляю по очереди. Это крупные собаки, это восточноевропейские овчарки, которые я перевозила сюда. В частности у меня скончался с норано-серого окраса хан. Я пошла гулять. Собака у меня всегда гуляет на поводке и на морнике, в силу того, что размеры пугающие. Я, естественно, отпустила собаку с поводка, чтобы он в кустах сделал свои дела. Все как обычно. И собака сделал, естественно, спустилась ко мне и прицепила на поводок, и мы пошли домой. Я попрощалась с ним и поехала на работу. В 11 утра моя дочь всегда проходит мимо, рядом школа, сад 29-й, 47-я школа, 78-я. То есть еще дети рядом? Да, находятся рядом дети, причем в очень большом количестве. Две школы, один сад. В 11 часов моя дочь шла со школы, и вечером, когда я пришла домой, она мне сразу сказала о том, что я, говорит, проходила мимо, и ханглайл. Обычно он, когда слышит голоса моих детей, он всегда здоровается, так сказать. По-своему. То есть в 11 часов утра собака уже была мертва. Когда я приехала домой в седьмом часу, я поняла, что меня никто не встречает. Я зашла и обомлела. У меня лежит уже котеневшее тело моей собаки. Так как я находилась в квартире одна, с четырехлетним ребенком своим, у меня двое детей, у меня просто началась паника, потому что муж командировки, что мне делать. Через какое-то время я пришла, попыталась собрать, ну, себя в руки взять. Я позвонила заводчице, руководителю питомника, попросила, говорю, что мне делать. Она помогла, быстро связалась с людьми. У нас есть коллектив один, и мужчины помогли, приехали, благо, быстро, и помогли с захоронением собаки. На следующий день я начала, естественно, лазить по соцсетям и читать информацию. И, как оказалось, рядом со мной на фрегатах травили собак. И люди конкретно видели, что это был человек, я еще не знала его, но сейчас уже знакомых оказалось, Данил Кислицын, известный докхантер. И других выводов у меня нет, скончалась моя собака именно по этой причине. Она всегда, хан всегда гулял в этом месте? Всегда. На протяжении, собака молодая, ему три года, на протяжении трех лет собака гуляла на одном и том же месте. И никаких, никогда, это не только моя одна собака гуляет, никаких последствий у нас никогда не было. То есть для меня это было неожиданностью увидеть своего мертвого друга. Честно, я до сих пор пребываю в Шотке, прошло двое суток. Расскажите о питомце. Он титулованный у вас, я так понимаю. Хан – это восточноевропейская овчарка, тесная порода, привезенная мной с Якутии, так как я с детства мечтала о зонарно-сером щенке. Окрас, как оказалось, редкий на данный момент. Все классического окраса черно-серым подпалом. И я нашла в питомнике в Якутии щенка, именно серого, такого, какого я хотела, и привезла с Якутии. Я это сделала быстро, купила его, привезла сюда, и вот вырастила, и дожила на меня до трех лет. Естественно, мы все три года, в том году на юбилейном параде, так как из-за пандемии мы не принимали участие в параде сами, но обычно нас всегда приглашают. Мы выступаем на различных площадках. Кто меня сейчас видит, наверное, помнит меня и мою собаку. Это, например, как улица Анны Щетининой. Мы там выступаем с показательными выступлениями, радуем деток. На начале мая, 6-7, там дата выпадает, мы всегда выступаем и принимаем активное участие в параде на кинотеатре «Лизион». То есть, моя собака весьма известная, и в том году мы ездили в Уссурийск, в прямом эфире были с Ханом, на 8-м канале, кстати, тоже. То есть, мы с ним вели очень активный образ жизни, очень, это выставки, соревнования, всякие гонки героев, мы с ним бегали, и за это время у меня уже и муж приобщился ко всему, то есть, он уже начал бегать с собакой. И теперь у нас не хватает члена семьи, и как прожить это, я не знаю. У вас еще две собаки, это все было на глазах у... Да, у меня есть щенок, тоже восточноевропейской овчарки, тоже редкого, терного окраса, которого я привезла с Сахалина, ему сейчас год, и получается, все эти истязания моего серого кобеля, происходившие, были на глазах у щенка. Ну, щенок у меня до сих пор лежит, периодически уходит, царапает балконную дверь, потому что он, может быть, не понимает, а может быть, понимает, что его друга нет. Как Йорк? Йорки маленькие, все знают эту породу, я не знаю, сейчас я гуляю, я, если честно, выхожу гулять вечером, собакой утром, я не знаю, куда мне идти. Я так же гуляю на поводке и в наморнике, но я уже поняла по случаю с моей первой собакой, с Ханом, что никто от этого не застракован, и наморник и поводок не помогают, особенно в ночное время. Я, вот честно, я вообще ничего не вижу, я даже не знаю, как выглядит эта отрава. Йорка в итоге я практически уже не вывожу, я боюсь, она у меня на пеленку приучаемся ходить, а вот Хан, вот Юджин, мы гуляем на поводке и в наморнике. Куда ходить, я не знаю. А площадки у нас не оборудуют, как бы никому это не надо, и... Ну, как-то так. Катя, к вам вопрос. Разных животных приходится выхаживать. Что должно случиться вообще, чтобы овчарка – это здоровая собака, это крупная порода? Я знаю, что они отличаются хорошим здоровьем, довольно-таки. Что должно случиться, чтобы овчарка вот так быстро умерла? Вы имеете в виду, каким препаратом, да? И в том числе тоже, да. Ну, прям точно, конечно, я не скажу, потому что мы как-то не проводили каких-то экспертиз. У нас последняя собака была отравленная, которая выжила со второй речки. Когда мы начали разбираться и понимать, какая клиника там, то есть там было понамешано всё. Это были, не знаю, нужно их ли называть препараты или нет. Ну, сами по себе нет, конечно. Нет, я имею в виду, чтобы некоторые не воспользовались, да, особо умные. Да, да. Вот, препараты, вызывающие кровотечение, да, и препараты как раз нервно-паралитического действия. То есть это была какая-то вот такая вот солянка сборная, и лечили мы, то есть, грубо говоря, заливали вот всё, что есть в арсенале. Врачи заливали всё в надежде, что хоть что-то сработает. А через трое суток она всё-таки пришла в себя. Сейчас она живёт у нас. Она абсолютно не агрессивная, она скорее такая вот забитый дичок. То есть я так понимаю, что и на улице она была точно такой же. То есть не агрессором, а именно вот такой вот. А какими препаратами, тут как бы сейчас сложно сказать. Если раньше мы говорили, что да, это тот самый препарат для лечения туберкулеза, то сейчас, и были там препараты группы кумариновых, то сейчас это вот такая вот комбинация. Я не знаю, может быть, какие-то новые, я не слежу за этим. Но, или может быть, и то, и другое. Вот. Но препараты, конечно, тяжёлые. Дозировка там большая. И, скорее всего, если их там запихивают в какую-то очень вкусно пахнущую там сардельку с сыром, да, которую хочет совсем съесть, собака даже там, не знаю, супер-пупер обученная лезнёт. Всё равно захочет съесть, да. Понятно, что многие говорят, ну, надо своих собак воспитывать, да. Ну, слушайте, ну, мы же в городе живём как бы, и что теперь вообще их не выгуливать или там, не знаю, намордники. Ну, то есть вообще какие-то жёсткие условия поставить, где он, собака захочет съесть. Вот. Тут вообще в этом смысле надо говорить, наверное, не о борьбе людей с собаками, а о борьбе людей с людьми. Тут они борются. Собаки лишь заложники ситуации. Потому что, как показывает практика, те собаки, которые нападают, агрессивные, да, они чаще всего в вошейниках из каких-то предприятий, которых спускают, и всё. Те собаки, которые вот дички в десятом поколении… Они трусные. Они вообще нас обходят стороной и вообще боятся нас до жути. Вот. А те, которые вот нападают, они, собственно, знают, что человек может быть слабее, что человек может дать там покушать, что может погладить. То есть он понимает, что человек может не принести вреда. Соответственно, я могу подоминировать. Вот. И… То есть это стоянки какие-то? Стоянки базы. Вот за последнюю неделю три обращения в разных местах по поводу стаи, да. Нейбута, Чуркин и Некрасовская. И когда я начинаю с людьми разговаривать и прошу их выяснить, говорю, давайте повыясняем, что за собаки, откуда они, дикие, недикие там, ну я имею в виду, что в лесу живут или… На второй день разговоров выясняется, что собаки чьи-то. Вот. Вот. Они прикормлены, они там не кастраты, естественно, да, они кастрированы, не стерилизованы, собачьи свадьбы, поехали. Вот. То есть как бы тут нужно говорить еще и о ответственности людей, которые выпускают этих собак, вызывая вот эту вот стрессовую реакцию общества, да. Потому что все боятся за детей, за своих домашних животных. Это нормально, да. Кипиш, да, и находятся те, которые якобы готовы помочь. Вот. И зачастую сейчас общество разделилось прямо, ну, на несколько частей, но вот та часть, которая хочет избавиться от собак, она прямо выросла. Растет. Вот. И как бы какими способами, к сожалению, им все равно. То есть им надо, чтобы собаку брали. С одной стороны, да, понятно, всем нам хочется жить в хорошем, там, чистом городе, чтобы рядом, чтобы не было никакой опасности. Вот. Но то, как они умирают, то, как от них избавляются, ну, это как бы вообще противоречит, там, не знаю, всем, всем законам гуманности. Вот как-то так. Ну, это уже не первый прецедент в нашем городе, насколько я знаю, когда появляются док-хантеры. Насколько? И когда? Если коротко, первые инциденты пошли с официального контракта заключенного городской администрацией с компанией «Манжур» 2012 год. Именно тогда зоозащита впервые была поставлена на уши, и впервые тогда город сам действительно стоял на ушах, трупы собак были повсеместно. Ну, я вот сейчас, Екатерина говорит, разделилось общество. Я хочу сказать, общество не разделилось, общество стало более жестоким. Привыкли к убийствам, привыкли к трупам собак на улице. В 2012 году это было не так. Это действительно было всеобщее потрясение. Нас принимала городская дума Владивостока. Краевое УВД реагировало. Были возбуждены уголовные дела против этого ООО «Манжур». Ну, как оно там закончилось, это вот другой вопрос. Но нам не нужно было даже года. Нам достаточно было. Мы приходили. Гусев тогда возглавлял городской УВД. Нас принимали там целые комиссии были. Городская дума заседания отдельно посвящала этой теме. Сейчас это не так. Сейчас это все замалчивается, прячется. Народ действительно привыкает ко всему. И вот я хотела сказать, что два уголовных дела прошли в 2014-2015 годах. Отравление собак было как раз привлечено к ответственности Кислицын. Где я была основной свидетелью его опознавшая. И на вот этом все видеозаписи достала. Значит, были возбуждены уголовные дела. Но он попал под амнистию в честь 70-летия Победы. И вот в 2017 году в районе торгового порта был отравлен пес. Поскольку это практически мой район проживания. Ко мне люди обратились. Я сразу бросилась туда. Позвонила сестре. Сестра прибежала. Пес также бился в конвольсиях. Но срочно я написала заявление в полицию. Вызывать полицию стала. Выяснилось, что этот пес у него тоже такая трагичная история. Его привезли откуда-то из деревни. И молодой человек работал в порту. Потом он уволился и пса там бросил. Он как хатику ждал своего хозяина. Его усыновила женщина, которая проживает там тоже недалеко. У Оксаны. Вот. И все равно. То есть как бы пес уходил ждать своего хозяина. И я общалась с охранниками торгового порта. Они его все любили. Еще с каждым поговорила. Это было и до гибели пса и потом. Вот. И потом они мне рассказывали, что он и ночевал с ними. Оксана приходила. А он оставался с ними на обход, на смену. В общем, он был как сын полка. Поэтому Оксана спокойна, что он там с ребятами. Ему нравились мужчины. Вот. Поэтому он был там. И вот Оксана написала заявление. Я написала заявление в полицию. Я подключила адвоката. Через адвокатский запрос мы взяли видеозаписи в торговом порту. И я примерное время о смерти собаки знала. То есть, чтобы все понимали, да. Смерть. Первые судороги начинаются через 15-20 минут. Первые судороги. А смерть наступает в течение полутора-двух часов. Это уже стандартно. То есть, я очень много уже собак спасала и хоронила. Поэтому, примерное время видеозаписи я сказала, какое мне должны дать. И ребята дали. И я сразу опознала Кислицына. Он в тот день, 7 октября 2017 года, впервые пришел устраиваться на работу и получал пропуск. Значит, полиция ничего этого не делала. Ну, как говорится, все заявление мимо нас опросили. Все свидетели нашлись через соцсети. Опять спасибо им большое. И, собственно говоря, дело не двигалось. Я подала в суд на бездействие полиции. Пришел в суд представитель Фрунзенской прокуратуры. Сказал, да, дело незаконно отказано. А причины отказа не могут найти Кислицына дома. Хотя до этого у него проводились в рамках уголовных дел обыски. Были изъяты и оружие, и куча отравляющих веществ. И в августе 2014 года я лично его задерживала на заправке на маяке. Если вы не знаете, как это все делается, он это все дело... Покупал тогда специальную ливерную колбасу. Все это дело он заворачивает салфетки. Все это он хранит в холодильнике. У него все это дома изъяли. И когда его обыскивали на заправке, я настоятельно требовала, чтобы делали не оперативники, а следственный комитет. Держала я его на заправке с 19 до 3 ночи. Он был конвоирован в полицию. Там он просидел в сутки. И потом вот эти материалы тоже были приурочены к его задержанию. То есть я что хочу сказать? Что практически люди сейчас в соцсетях раскидывают фотографии этого типа. Со словами Кислицын идет. И никто не обращает внимания. У него всегда оттопырины карманы. Раньше он ходил с рюкзаком. Сейчас от рюкзака он отказался. Он напихивает это все в карманы. И получается, по моему делу, дело не было возбуждено. Прошли сроки давности. И я тогда Оксане сказала, подаем суд на материальное возмещение. Потому что собаку-то ты содержала. Оксана предоставила все чеки. Значит, суд рассмотрел. Очень долго несколько заседаний было. Тщательно они ждали там постановления. Ну, то есть материалы уголовного дела. И в итоге я, конечно, не могу давать какие-то заключения, осуждать решение суда. Но то, что я знаю в определении, присутствует. На кадрах видеозаписи, которые мы предоставили. Не представляется возможным установить, что это Кислицын. Если я главный свидетель двух уголовных дел. На основании моих показаний строились все. Я сама видела эти записи. И я говорю о том, что это он. И никто не стал проверять, где он был в это время. А он в это время устраивался на работу. Отдать данные этой работы мне никто не дал бы. Потому что это персональные данные. Это могут только полиция и только суды. Ни те, ни другие этим не занялись. Я уже несколько дней и месяцев думаю о том, что у нас сейчас новое руководство Следственного комитета и прокуратуры. И хочу лично туда идти. И если представляется такая возможность показать вот нашу видеозапись, как страдают люди. И как это действительно бесчеловечно. Мы же не хотим быть каким-то отстойным обществом. Мы все стремимся к цивилизации. Мы хотим жить хорошо. Как вести себя с собаками? Это уже немножко другой вопрос. Не в рамках этой программы. И следующий момент, когда я его пыталась задержать в Самбире. Он также покупал там колбасу. Карманы были оттопырены. Он положил рюкзак в камеру хранения. Я понимала, куда он идет. Я его уже задерживала. Я стала просить охрану Самбире, чтобы вызвали полицию. Потому что этот человек идет и Найгершельди сейчас отравит собак. На что, значит, Кислицын меня толкнул. Я, в принципе, он-то намного моложе меня и выше. Вот. Я очень сильно ударилась о дверь впоследствии. Ну, так у меня потом уже определилась гематома на руке. Да. Потом у меня от нервозности. Ну, это действительно стресс. Ты же не знаешь. Это же преступник. Как он себя поведет. Он про меня в свое время писал в соцсетях. Прямо указывал номер моей машины. Все. То есть ты не знаешь, что он может сделать. У него тогда из арсенала были изъяты ножи и так далее. То есть газовый баллончик. Он нападал на двух женщин с газовым баллончиком. Я аллергик. Как я отреагирую. То есть у меня был стресс. Потом я обратилась. У меня, значит, давление и так далее. И я сейчас обращаюсь в полицию, чтобы ознакомиться с материалами своего уже дела. Не собаки. Своего. Дело мое утеряно. У меня есть официальный ответ прокуратуры Приморского края, что да, вы обращались. И дела нет. В архиве нет. А меня снимал и автопатруль. То есть у меня все есть. Все факты того. И есть свидетель, который тогда присутствовал. Он ему разбил очки. То есть кто крышует этого товарища? Почему он с 13-го года безнаказанно гуляет по городу? Есть другие докхантеры? И я в свое время даже в полицию приносила откровения докхантеров. Я это все вычитала с этих сайтов их. Да, с форумов. Я все эти скриншоты приносила. Все высказывания. И как дальше? Я даже больше скажу. В 17-м году, когда я стала вот этим делом заниматься, я окунулась опять в мир интернета по поиску. И нашла вот такое высказывание, что один чувак с какого-то региона изобрел бомбочку, которая взрывается прямо в животе у собаки. То есть собаку разносит. И Кислицын пишет, скинь мне рецепт в личку на случай, если вот этот вот препарат перестанут продавать. Получается сейчас такая ситуация. Вот я не знала, что у Алены, да. И на ней будто ко мне вот обратилась Анжела с просьбой наказать Кислицына. Надо понять, каким образом снова всплыла эта фамилия. Но сейчас буквально секундочку. Катя хотела что-то добавить, я так понимаю, кивала, когда говорили о том, что есть другие док-хантеры, и о том, что есть чаты, и о том, что были нападения на женщин. Были нападения на женщин, это как раз вот, по-моему, начало, только когда вот стал известен Кислицын, я так уже точно не помню, это было нападение на женщину, хозяйку одной из наших собак в парке, вот, на Первой речке. То есть собака была взята у вас из фонда Лунка? Ну, у нее, да, у нее несколько, две собаки, одна породистая, одна беспородная наша, вот, и она гуляла с собаками, и что-то то ли он ей сказал, вот, так уже точно не помню, вот, и в итоге он пшикнул ей газовым баллончиком в глаза, вот, рядом был муж, вот, ну, он прибежал, как бы, и вот, собственно, тогда все крутилось, тогда был обыск, он там недалеко уже живет, этот человек, этот человек, вот, тогда был обыск, да, впервые, как бы, вот, все это тогда закрутилось. А то, что есть, как бы, последователь, да, адепты слепой веры, они, конечно же, есть, но я думаю, что они не в таком, нет, они есть точно, я думаю, что они не в таком масштабе все это делают, да, потому что уж больно часто его видят. Но, опять же, говоря о жителях, что сейчас этот опыт перенимают, они действительно друг у друга в чатах спрашивают, в чатах, в комментариях в Инстаграме, в Инстаграме спрашивают друг у друга рецепты, а как, а что. Ну, то есть, как бы, это вообще, возможно, они никогда этого и не применят, да, возможно, это действительно там, да, блеф, шантаж и прочее, но, как бы, все равно, когда человек заявляет, отдай мне рецепт, как бы, ну, так страшновато становится жить, как бы, не только, да, там, рядом с собаками, по их мнению, да, агрессивными, но и с такими людьми. Вот, и зачастую женщины, сейчас вот тоже, я просто не раз была свидетелем того, что говорили, что мы вот пойдем туда-то, туда-то, не буду говорить туда-то, куда, в магазин там, и купим там вот эти препараты, которыми травят другие животные, да, тех же крысы, и сделаем то же самое. Ну, когда ты им говоришь, что тут же могут пострадать там и совершенно там, ну, вот хозяйские собаки, да, тебя бесят вот эти собаки, хорошо, но ведь еще есть хозяйские, есть ведь еще кошки, да. А дети? Ну, дети... Мало ли? Дети могут, теоретически, я вот так думаю, что могут, естественно, подобрать, да, совсем маленькие, да, могут подобрать. Не дай бог, конечно, случится, да, это и, надеюсь, такого не было, вот. Конечно, это страшно, естественно, это страшно, когда вот ты рядышком гуляешь, да, и тут вот может такое произойти, вот. То, что испытывают хозяева, потому что у нас тоже есть... Вы спасаете, да, к вам разных привозят животных, и ваша задача спасать. Уже очень многие хозяева обращаются с тем, что были отравления в той или иной степени сильные, да, вот, допустим, либо с летальными исходами, либо когда хозяева несколько недель лечили своих животных. Вернёмся, собственно, к фамилии. Как вообще всплыла эта фамилия вновь? То есть... Ко мне обратилась Анжела буквально вчера, да, вчера она мне написала, она меня нашла через интернет, написала, как отомстить Кислицыну за смерть собаки. Написала, в самом правском, конечно, не занимаемся, делаем то-то, то-то, то-то. Она написала, я заявление в полицию написала. И вот потом мы с ней стали общаться, получается ситуация... Она в соцсетях опубликовала собаку, которая была, по её мнению, сначала, ну, думала, хозяйская, а потом выяснилось, что она спит на машине, на крыше магазина. И обращалась она в разные фонды. Фонд Рич с помощью отлова они ей отказали. Дальше она обратилась в соцсети, парень ей пытался помочь. Ну, просто добрый парень. Просто поймать. Да, просто поймать. Они ходили, не смогли. И вот уже договорилась ещё с одним человеком, который занимается именно отстрелом снотворным. Он должен был приехать, и собака пропала. Вот дальше уже Анжела всё расскажет, как всплыл Кислицын. Что случилось? Утром, 9 октября, собаку, как я не пыталась найти... Не было её? Не было нигде, да. Уже тогда у меня... Сомнения какие-то появились, что что-то произошло, да, я так понимаю? Да. Из домового чата я узнала, что вчера вечером около 9 часов приходил Кислицын и раскидывала траву. На кадрах видеозаписи дома, по ней будто 6, видно, как проходит Кислицын мимо, озираясь по сторонам. И его даже видели соседи. Останавливали, говорили как-то что-то. Да, они пытались его остановить, но он убежал. Тяжело, вам тяжело говорить на эту тему. Я знаю подробности, потому что Анжеле, да, действительно тяжело. И собака, кстати, это тоже меня тронуло. В 21.11 был замечен Кислицын, и он убегал от этого свидетеля. В 21.40 уже у Анжелы имеются кадры, как собака мучается в вагоне. То есть, как я говорила, примерное время, 15-20 минут, вот это первое. Потом они приступы учащаются и учащаются. То есть в период вот этот собака умерла. Теперь, вот опять просьба большая. Мы пришли на эту программу, как, наверное, к единственному средству сейчас, общественному мнению, чтобы все-таки правоохранительные органы сейчас возбудили уголовное дело. Сейчас он на руках у Анжелы даже нет направления на экспертизу. Это опять я ей помогаю, говорю, иди в полицию, бери. То есть ничего никак не делается. Время идет, через несколько дней поступит отказ возбуждения уголовного дела. Нет тела, нет дела, как говорится. То есть сейчас я бы хотела через вас попросить и Катю, для Кати, наверное, неожиданность будет, если можно помочь в сборе средств на экспертизу. Стоимость экспертизы где-то от 6 до 8 тысяч. Проводится она в Уссурийске, только либо сельхозакадемия, либо Приморская ветеринарная лаборатория. Вот как-то так. Все, кто может, нам нужно сейчас собаку, естественно, не только экспертиза, нужно нанимать людей, которые выкопают собаку, и ее увезти. Это, естественно, уже разложение начинается. Ну вот подробности. Нужно это сделать. Да, но нужно, ну это сделать нужно. Просто нужно. Ты не знаешь, как оно аукнется, но сделать нужно по закону. Алё, хочется задать вопрос вам. Я знаю, что вы не собираетесь проводить экспертизу. Я понимаю, по каким причинам. Это исключительно моральное, наверное, что-то для вас. Но вы не будете искать виновного. Я думаю, что после передачи мы с девочками пообщаемся. Естественно, у меня еще собаки. Я думаю, я вообще не понимаю, как сейчас без передачи. Я поняла, что с 2013 года, 8 лет прошло, 9 год. И я до сих пор, если честно, я в замешательстве. Я сейчас услышала такие ужасы, и я в шоке. Я не знала, как это лекодействие происходит вообще, что происходит с собаками. Теперь я знаю, что по времени, как раз в 11 часов, моей собаки уже не было в живых. Потому что в 9 часу я с ним попрощалась как раз-таки 15-20 минут, и всё. А почему я не буду раскапывать его и вести на экспертизу? Это, во-первых, мне тяжело. Во-вторых, понимаете, хан у меня жил на балконе. Это его было место. Он у меня привезен в Саикутии, ему там было прохладно всегда. Он любил это место, он не любил квартиру. Получается, в 11 часов моей собаки уже не было в живых. Моя солнечная сторона, и прекрасно понимаете, в 7 часов я вернулась домой. С 11 до 7 собака пролежала на балконе. Какие там последствия происходят? Но запах был такой, как мне объяснили, это разлагается или закипает кровь. Что такое? Это вот так вот пахнет именно тухлая кровь. У меня до сих пор этот запах в носу. И мою достойную собаку, которая радовала и веселила, мало времени, к сожалению. Я не смогу его раскопать. Кать, вопрос тогда к вам. Уже так завершаем нашу беседу. Поскольку часто приходится спасать животных, часто ли приходится спасать именно от рук докхантеров? Или это не только докхантеры, это просто какая-то человеческая жестокость, еще что-то? Ну, я думаю, что это и человеческая жестокость, и просто, как это сказать, безразличие к живности. То есть сбил, проехал мимо, уехал. И в частности, что когда кто-то собирается там одних собак отравить, он тоже проходит мимо, да, там, либо никак не реагирует на это. Тут и жестокость, и действительно, абсолютное безразличие. То есть все как бы зашорены, все в своей теме, да, в своей жизни. Вот, естественно, никто не хочет там право-лево смотреть. Но, но, я еще хотела сказать тут о бездействии полиции, к сожалению. Вот, я не знаю, почему, не хотелось бы никого обвинять, действительно, возможно, есть какие-то причины, но мы уже несколько раз пытались вот такие случаи, убийства животных, причем такие жуткие, да, когда там обливали, животное сгорало, там, мы его лечили чуть ли не всем Владивостоком, поднимая все связи, доставая нужные препараты, но, к сожалению, все равно погиб. Мы писали и в полицию, и в прокуратуру, как бы, и куда мы только, и письма, и просили просто волонтеров отдельных, писали от организации письма. Вот, в итоге и знали, кто это сделал, и были свидетели, ну, все было. В итоге, как бы, это было, по-моему, в ноябре прошлого года, скоро ноябрь, прошел год, вот, ничего не изменилось. Была недавно ситуация, когда в центре города вешали щенков, я тоже просила, да, приезжать, ребят со СМИ, вот, этих животных, одно животное все-таки раскопали, да, сгумация была, привезли в клинику, я просила, чтобы держали в холодильнике, параллельно к тем, которые уже были сняты с деревьев, вот, полиция звонила мне. Спустя какое-то время мы были вынуждены уже этих животных отвезти на кремацию, потому что, ну, больше нельзя было держать, как бы, авосы ныне там. И сейчас, когда вот случаются, происходят такие случаи, мы всегда просим хозяев, чтобы они писали. Ну, понимаю, что тяжело, и даже я сейчас, когда мне просят, ну, вот, напишите, обратитесь, я говорю, да я уже не вижу смысла тратить свое время, силы, на что? Ну, то, что, ну, тем, что, типа, если будет больше обращений, возможно, тогда, где-то там, статистики. Эффект быстрее будет достигнут. Будет эффект, да. Но сейчас пока этого эффекта нет, к сожалению. Хотя это уже уголовно наказуемое деяние. Да, вот. И сейчас, за счет того, что интернет у нас, да, это прям, везде сразу все рассылается, действительно, люди стали перенимать друг у друга примеры, и даже дети, вот, допустим, да, избивающие собак, ну, ни у кого не вызывают вообще ничего, да. То есть в интернете ты смотришь, ну, там вот, ну, ладно, и пролистывают люди. Вот. А это сейчас уже статья, статья якобы работающая, но, по сути, она работающая только на бумаге. Ну, пока мы можем, наверное, сегодня делать какие-то только выводы, да, относительно даже, там, того же Кислицына, кто это, пока в любом случае какие-то правоохранительные органы не скажут и не примут решение, и не будет воздействия какого-то. Хоть на кого-то. Да. Без разницы, на Кислицына, либо на человека, который совершил другое, да, преступление направлено против собаки. Точно утверждать мы не будем. В этом в любом случае должны разбираться именно правоохранительные органы, полиция или следственный комитет, прокуратура. Я думаю, что должны в любом случае подключиться, если будет какая-то волна. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». Просим владельцев домашних животных быть внимательнее. Во Владивостоке снова объявились охотники на собак. В гостях у нас были Алена Штахун, владелица, пострадавшая от действий док-хантера, и Анжелика Гребенщикова, также пострадавшая от действий док-хантеров, Татьяна Брагина, зоозащитник, и Екатерина Кирилова, директор фонда помощи бездомным животным «Умка». В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА